All my dreams are falling fast В НХЛ. Сейчас он вернулся с Аллат Юлаев, но уже в тренерский штаб. Сегодня в гостях программа «Светская хроника» с Евгением Машко стильный, уверенный и успешный Андрей Зюзин. Генеральные партнеры программы «Светская хроника» торгово-выставочный комплекс ВДНХ и ресторан «Марка Пола». Официальные партнеры – компания «Аптос», нитевые методы омоложения, клиника и ночи. Торговый центр ВДНХ. Все для ремонта и строительства под одной крышей. Кухня, мебель, сантехника, люстры, двери, обои и напольное покрытие. Готовое решение для вашего дома и интерьера. Современные материалы и тысячи идей для приятных перемен. Легко добраться, удобно выбирать. ВДНХ. Вдохни новую жизнь в свой дом. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите телеканал «Телевизион» программы «Светская хроника» с Евгением Машко. Время известных людей в эфире. А в гостях у меня сегодня тренер, один из тренеров хоккейного клуба «Слават Юлаев» Андрей Зюзин. Зюзин Андрей Юрьевич. Родился 21 января 1978 года в Уфе. В хоккей начал играть 8 лет в Уфе. Но начал с футбола. Мама не сразу поддержала такой выбор сына. Но отец Андрея сумел переубедить ее. С первых дней Андрей начал играть в защите. Самый первый гол забросил, когда был локал 1994 года. И в клуб приехал Саша Сима. Андрей забросил шайбу с его передач. Воспитанник уфимского «Слават Юлаева» бронзовый призер молодежных чемпионатов мира 1996 и 1997 годов. Всего 13 игр, 2 гола, 5 передач. Чемпион Европы среди юниоров до 18 лет. 1996 года. Лучший защитник. 7 набранных очков. 5 плюс 2 в 5 играх. Попал в символическую сборную чемпионата. Выбран в драфте НХЛ 1996 года под общим вторым номером команды Сан-Хосе Шаркс. Сыграл в НХЛ 496 матчей за клубы Сан-Хосе, Нью-Джерси, Калгари, Чикаго. Забросил 38 шайб, сделал 82 результативные передачи. Во время локаута в НХЛ 2004-2005 годах играл за Салават Юлаев 14 матчей и Северсталь 9 матчей. В 2008 году снова вернулся в Россию играть за СКА в Санкт-Петербург в континентальной хоккейной лиге. В сезоне 2008-2009 года сыграл в 38 матчах, забросил 6 шайб, отдал 4 результативные передачи. С 1 мая 2015 года Андрей Зюзин тренер в команде мастеров в составе тренерского штаба хоккейного клуба Салават Юлаев. Здравствуй, дорогой. Очень долго жду тебя на своей программе, но постоянные тренировки, разъезды, соревнования. Ваши разъезды. Мои разъезды? Мои разъезды тоже. Ну, наконец-то мы встретились и хочется узнать, собственно, какова сегодня ситуация в команде, что происходит. Вы знаете, в том году, я начну с того года, в том году мы тоже неудачно начали сезон, и ребята немножечко, я думаю, этим как-то подломились, может быть, и где-то морально подломились, и, может быть, и физически где-то они себя загнали в угол. Но мы провели с ними неплохие такие собрания. Тренерский штаб провел небольшое собрание с ребятами, со всеми. Мы со всеми поговорили, и каждый высказался. И тренер, и игрок, и каждый друг в друга в глаза посмотрел и объяснил, в чем дело, какие проблемы. Я думаю, что на данный момент ребята собраны, и из этой ямы, так скажем, из этой гущи мы все равно выползем. Мы выползем неважно как, потому что команда у нас прекрасная, ребята все прекрасные. Вот, знаете, самое главное, чтобы не было червяков в команде, правильно? Если есть какой-то один червяк. Что такое червяк в команде, Андрей? Червяк в команде это человек, который заводит, который команду начинает там подстегивать, а вот вы такие, вот вы такие, вы сякие. У нас такого нет, у нас все ребята ровные, и что иностранцы, что русские ребята. Вот. И вообще сплоченная команда, и они друг за друга стоят, и они играют вместе. Нам просто немножечко не везет, в последнее время мы не можем забить голы. Я считаю, что это проблема номер один, и если бы забивали мы эти голы, те возможности, которые у нас есть, забить голы, если бы мы их использовали, то, естественно, была бы у нас совершенно другая игра, и совершенно другой, может быть, даже разговор, какой он пойдет. Я знаю, что периодически руководство клуба и, наверное, наше правительство устраивают вам такие собрания-тирэфт-иконы. Вот как они действуют? На ребят, стимулируют ли это или наоборот? То, что идет давление, идет давление сверху, это понятно. Естественно, люди, которые платят деньги, люди, которые платят деньги за билеты, приходят и увидят хороший хоккей, чтобы команда выиграла. Естественно, они расстраиваются, когда команда проигрывает и уходят разочарованными. И, естественно, они надеются. И вчера очень было приятно услышать, что наши болельщики даже при том счете то, что мы проигрывали, кричали и аплодировали, что молодцы. Это очень было приятно, это очень была большая поддержка, и все ребята это заметили. Я думаю, что будет все нормально. Сейчас пока немножечко тучи, так скажем, сгустились, но дождь точно не пойдет. Это ведь не только удача, это ведь еще профессиональная игра спортсменов. Конечно. Вот, наверное, на удачу тут не всегда нужно рассчитывать. Ты знаешь, как удача, да, она должна присутствовать. И она присутствовать должна... Я не скажу, что в каждой игре она должна присутствовать, эта удача, но она должна присутствовать. И это вот, я думаю, что где-то вот этой удачи у нас немножечко не хватает. Но ребята все работают, они все даются полностью на 100%. Это я вам могу гарантировать на 150%. И я думаю, что люди, которые понимают хоккей, которые следят за хоккеем и вообще приходят на хоккей даже и смотрят вживую, я думаю, что они это видят, что ребята стараются и они не хотят, они сами не хотят проигрывать. Они приходят в свои семьи, у них точно такие же жены, такие же семьи. Они приходят и как они смотрят в своей жене. Женечка, мы сегодня проиграли. Вот я такой плохой. Представляешь? Вчера капитан команды Игорь Григоренко играл в четвертом звене. Почему? Это было решение главного тренера. Я не могу ответить на этот вопрос. Это было решение главного тренера. То есть это надо спросить его. Ты отвечаешь за защитников. За защитников. Сегодня тенденция, как говорят любители профессионалы хоккея, тенденция современного хоккея это когда не только защищают защитники, но и вся команда. Как помогают защищать нападающие и наоборот забивать защитники. Ну, если посмотреть статистику, то защитники у нас на самом деле забивают. И тот же Куляш забивает, и Корнеев забил, и Леписто до его отъезда на Кубок мира он забивал. Я думаю, что все друг другу помогают, и нападающие стали очень-очень-очень сильно помогать нашим защитникам, и я думаю, что нашим защитникам немножечко они стали более раскрепрощеннее, может быть, более расслабленнее, и более, так сказать, более, может быть, себе уверенные, а не потому что знают, что если он находится здесь, то есть мой партнер будет здесь находиться, он будет мне помогать. Перед этим у нас, может быть, этого не было. Где-то, где-то не было. В каких-то моментах было, но в каких-то моментах не было. Но сейчас, на данный момент, ребята отрабатывают полностью этот концерт. Кто сегодня является такой звездой команды? Мы помним слова от Юлаев, я думаю, что помнят все болельщики в том самом звездном составе, когда был и Радулов, и Кутейкин, и Козлов, и Зиновьев. Сплошные звезды играли, не всегда это помогало выигрывать. Вот первый вопрос, кто сегодня является звездой, а второй сразу, является ли звездный состав некой гарантией победы или нет? Я не думаю, что звездный состав начнут со второго. Я не думаю, что звездный состав является гарантией победы, потому что очень много есть примеров, примеров многих команд, где были звезды, и они не выходили в плей-офф по несколько лет. Вот. И я не думаю, что это на самом деле правильно. Я думаю, что команда звезды должны присутствовать в команде. Две-три звезды должны присутствовать, хотя бы одна. Мы знаем примеры тех команд, где в принципе нет звезд, они отлично играют, и примеры звездных команд, где сегодня совсем дела не очень хорошо обстоят. Да. Вы знаете, команда может быть ровной и играть очень стабильно. Самое главное не в том дело, что есть у тебя звезда, нет у тебя звезды. Самое главное, что если команда выигрывает, и самое главное то, что команда выполняет те действия или, скажем, то игровое задание, которое было поставлено перед игрой тренерским штабом. Если эта команда выполняет, то естественный результат. Ну, кто сегодня звезда команды? Я. когда-то был. Так. Свитов против кого? Против Андрея Зюзина. Отлично. Не останавливает ланс-минуты поединок. На радость всем зрителям. Пока Свитов, безусловно, владеет преимуществом в этом бою. Разбивает сейчас, наверное, костяшки о шлем Андрея Зюзина. Ну, вот, наконец, удалось и шлем сбить с головы питерского защитника, да и самого фитмиста. Он уже на лед повалился, тащився в его игровой свитер. Ну, Зюзина довольна, улыбается. Суженский такое ощущение, что пытается сейчас выспарить право Андрея Зюзина остаться на площадке, пытаясь, видимо, доказать, что Зюзин вообще не хотел драться. И он там занимался совершенно пассивно позицию, принимая эти побои от Свитова. Ну, вот раз уж заговорили, что ты был звездой команды, ты действительно был звездой воспитанника хоккейного клуба Салават Юлаев, что сегодня, кстати, большая редкость. Сразу же вопрос, почему нет сегодня в команде воспитанников родного клуба, и неужели наша школа хоккейная, она настолько плоха, что не может воспитать звезд? Женечка, я думаю, этот вопрос надо задать все-таки к руководству детско-спортивной юношеской школы, да, и спросить, почему этого не происходит. Но ты профессионал хоккея, в любом случае интересно твое мнение, потому что огромное количество родителей, которые нас смотрят, водят детей, я не знаю, с пяти лет, мечтая о славе Овечкина, с этими баулами в пять утра на эти безумные детские тренировки, я знаю, что говорю, потому что у меня сын тоже занимался с пяти до шести лет хоккеем, пока не выбрал футбол. Я отвечу жестко, может быть, кто-то на меня обидится, может быть, кто-то не обидится, но я отвечу жестко. Я считаю, что у нас нету все равно достаточно таких, скажем, серьезных профессионалов, которые на самом деле... Тренеров. Тренеров, профессионалов, которые на самом деле выращивали бы звезд, потому что до этого, скажем, те же 80-е, 90-е годы каждый год выпускал по 5-6 человек в команду мастеров. Не идут профессионалы? Почему? Я не знаю, почему я не могу ответить на этот вопрос, потому что я думаю, что это рано для меня на этот вопрос ответить, потому что я только приехал, и я здесь нахожусь полтора года, и я думаю, что все-таки в течение где-то, может быть, этого года я все равно разберусь, я болею хоккеем, и я хочу, чтобы хоккей процветал. И на самом деле уфимский хоккей вышел опять на первое место, и те же Кубки Урала, и те же турниры, и чтобы говорили о нас, не чтобы мы занимали там 3-4-5-6-8 места, и были радостные такие. Вы знаете, все равно, какой бы вклад не был от нашего руководства, от наших спонсоров, какие бы они деньги не вкладывали, ребята все равно, ребята все равно сами должны себя заставлять. Это охота хоккея. Вот у меня была охота хоккея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова